Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня мы будем делать самоделку для мастерской. Все, что нам понадобится, это обрезки профильной трубы, металлический уголок, металлическая пластина, а также болты, гайки. Это, в принципе, все, что нам понадобится для данной самоделки. Поэтому давайте приступим к ее изготовлению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, вот что у нас получается в итоге. Вот такие вот заготовки я приготовил. Начнем вот с этих двух. У них длина по 60 мм. Отступаем от края по сантиметру и сверлим. Сверлим восьмеркой. Затем вот такая заготовка. Она тоже длиной 60 мм. По сантиметру отступаем, сверлим. Здесь посередине сверлим. И вот такая заготовка. Тоже 60 мм длиной, по сантиметру отступаем, сверлим. И вот эта заготовка идет 80 мм. Отступаем сантиметр, сверлим и привариваем. Ну, и остаются уголки. Уголки у меня длиной, сейчас скажу, 95 мм. Здесь также можно по сантиметру. С одного края я чуть поменьше отступил. Но это, в принципе, не так важно. Вот. И сделал небольшие углубления. Потом я покажу, для чего. Также сделал вот такую пятку. Просверлил, вставил вот такую гаечку. В принципе, все. Ну, и получится ручка вот такая. На нее будет шланг одеваться. Это, в принципе, все. Можно приступать к сборке. Давайте приступим. ПОДПИСМЕНТОВ ПОДПИСМЕНТОВ Итак, друзья, получился у нас вот такой вот быстрый прижим. То есть, можно назвать струбциной. Закрепляем нашу струбцину на 4 самореза. И пользуемся данной струбциной. Давайте сейчас закрепим и протестим. Так, закрепили на 4 самореза нашу приспособу. Теперь попробуем, зажмем что-нибудь. Как видим, болтается. Чуть вот здесь подкручиваем. То есть, видим, что чуть шатается еще. То есть, вот этот прижим, он тоже настраивается. Единственное, конечно, вот здесь. И я бы лучше сделал чуть больше отверстия и варил гайку удлиненную. Просто в дальнейшем, если буду делать еще одну, скорее всего, я и буду ее делать. Я уже там буду варивать гайку сюда. Так удобнее, я думаю, будет. Ну вот, уже этого достаточно. Все крепко держится. Можно чуть-чуть еще подкрутить. Вот и все. Ну и допустим, можно так взять и... Как видим, все крепко держится. И в то же время быстро, быстро зажимается. Вот такой вот получился упор. Опять же, смотрите, могут... Некоторые могут сказать, допустим, Если есть маленькая заготовка, приходится сверлить, И тогда будет и стол портиться. Эту проблему тоже можно решить. Допустим, взять брусок побольше, Где-то его прикрепить, И на этот брусок уже нашу приспособу. Тогда вы берете, Любую фанерку сюда ложите, Заготовку зажимаете и сверлите. И у вас столешница уже не будет портиться. Вот такой вот прижим получился у нас универсальный. Кому понравилось, ставьте лайк, Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!